По субботам, когда дед перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всеношной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь. Бабушка устраивала интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей, и всегда в углу около печи неподвижно и немотно торчал хорошее дело. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучими стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило, тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки «Одна, другой, лучше». Жил-был злой воевода Гордион. Черная душа, совесть каменная. Правду он гнал, людей истязал. Жил в узле, словно сыч в дупле. Пуще же всего не взлюбил Гордион старца Мирона-отшельника, тихого правды защитника, миру добродея бесстрашного. Кличи твоевода, верного слугу, храброго Иванушку-воина. «Подь-ка, Иван-ко, убей старика, подь, да сруби ему голову». Идет Иван, горько думает, не самый дух, нужда ведет. Иван спрятал в острое меч Иван под полу, пришел, поклонился отшельнику. «Все ли ты здоров, честной старичок?» Тут прозорливец усмехается, мудрыми устами говорит ему. «Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать. Знаю ведь, по что ты пришел ко мне?» Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоено. Он странно судорожно двигал руками, Снимал, надевал очки, помахивал им в меру певучих слов, Кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, И все вытирал быстрыми движениями лоб и щеки. «Стыдно, Ивашки, предотшельникам, А и боязно Ивану ослушаться. Вынул он меч из кожаных ножон, Вытер железо широкой полой. Я был о Мироне, хотел тебя убить, Так, чтобы ты и меча не видал. Ну, а теперь молись за весь род людской, А после я тебе срублю голову». Старец говорит, улыбаючись. «Ой, Иван, гляди, долго ждать тебе Велика молитва за весь род людской. Тут Иван сердито прихмурился, Тут он глупенько похвастался, Ну, коли сказано, так сказано, Ты, зная молись, я хоть век подожду». Молится отшельник до вечера, С вечера он молится до утренней зари, С утренней зари он вплоть до ночи, С лету он молится опять до весны, Молится Мироне год за годом. Дупот молодой стал до облака, А молить витой все нет конца. А Иван-то воин стоит около, Меч его давно в пыль рассыпался, Кованные доспехи съела ржавчина, Добрая одежда поистлела вся, Сам от он не в силе с места двинуться, Ни руки поднять и ни слова сказать. Это, видишь, ему в наказанье дано, Злого бы приказу не слушался, За чужую совесть не прятался. Да, да, знаете, это удивительно, Это надо записать непременно, Это страшно верное, наше. Запишите, что же греха в этом нету, Я еще много знаю такого. Нет, именно это, это страшно русское, Это надо запомнить, очень. Нельзя жить чужой совестью. Да, да, нельзя, нельзя. Бабушка, молчи, Алёша. Я тут расшумелся. Вы не сердитесь? На что же? А вот что я вмешался, говорю. Вы никого не убидели. Видите ли, я страшно один. Нет у меня никого. Молчишь, молчишь, и вдруг вскипит в душе, Прорвет, готов камню говорить, дереву. А вы не мучьте себя. Я видел, как изменилось, Опрокинулось лицо хорошего дела, Когда он сказал, страшно один. В этих словах было что-то понятное мне, Тронувшее меня за сердце. Когда он тихонько виноват и ушел, Склонив голову, я пошел за ним. Ты за мной? Нет. А что же? Так. Прижимаясь к его теплому боку, Я смотрел вместе с ним Сквозь черные сучьи яблони На красное небо. Следил, как тянутся мохнатые сизые облака С багряными краями. А под облаками тяжело летели вороны По гнездам на кладбище. Все было хорошо И как-то особенно Не по-всегдашнему понятно И близко. Славно, брат, а? То-то. А не сыро? Не холодно? Нет. Ах, хороша у тебя бабушка, а? Ох, какая земля! Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, За чужую совесть не прятался. Ах, ты, брат, запомни это. Писать-то умеешь? Нет еще. Научишь. А научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится. Очень. Музыка. Глубоко. Музыка. Музыка. Памятны мне на таких бабушкиных вечерах пляски цыганка под гитару дяди Якова. Я знал, что цыганок подкидыш. Ранней весной в дождливую ночь его нашли у ворот дома на лавке. Бабушка очень любила его. Мне было ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей. А за глаза говорил о нем, хмурясь и покачивая головою, золотые руки у Иванка. Помяните мое слово, немал человек растет. Однажды, когда дед засек меня до потери сознания, цыганок явился ко мне квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой и, приподняв рукав, показал голую руку до локтя в красных рубцах. Олеша, 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 ты глянь-ка, вон как разнесло. Чуешь ли? Как вошел дед в ярость, и вижу, запорит он тебя, так начал я руку эту подставлять. Ждал переломится пруд, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит бабаня. Ну, пруд не переломился, гибок, моченый. А все-таки тебе меньше попало, видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый. Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую. Беда, а он хлещет. Люблю я тебя очень, цыганок. Так ведь и я тебя тоже люблю, зато и боль принял, за любовь. Аль я стал бы за другого, за кого, наплевать мне. Олеша, когда тебя в другую ряду сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожнешь, а ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было. Силем лежи и не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом. Ты это помни, это хорошо. Я в этом деле умнее самого квартального. У меня, чуешь, из кожи-то? Хоть голится шея. Разве еще осечи будут? А как же, конечно будут. Тебя, падик, часто будут драть. За что? Уж дедушка сыщет. Маленьких всегда бьют? Всегда. Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Иван-царевича, про Иванушку-дурачка. На бабушкины вечера он являлся празднично одетый. В золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие спаги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые и веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова. Ну-с, я начну-с. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все застывали, очарованные. Только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи. Порой кто-то мягко постукует в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эх, скучно мне, эх, грустно мне. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Будет тебе, Яша, сердце надрывать. А ты б, вонятка, поплясал. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки. И все ее большое тело колеблется нерешительно. Ноги щупает дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то. Лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступив кому-то дорогу, отводя рукой кого-то. Опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее. И вдруг ее сорвало с места. Вся она стала стройнее, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от нее. Так буйно красивой и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности. Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару. Все хвалили ее. Не видали вы настоящих плясуней. А вот у нас в Балахне была девка одна. Уж и не помню, чья, как звали. Так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости. Глядишь, бывало на нее. Вот тебе и праздник, и боли ничего не надо. Певцы да плясуны, первые люди на миру. Эх, как бы голос мне пеучий, Ух ты, вот ожог бы я народ. Эх, уж как пала туман, Да, в поле чистое. Да, позакрыл туман дороги дальние. Эх, я куда-куда пойду, Где дорогу я широкую найду? А где же я дорожнику широкую найду? Эх, поскорей взойди ты, солнце красное, Да, пораскинь шатром ты небо синее. Эх, я куда-куда пойду, Где дорогу я широкую найду? А где же я дорожнику широкую найду? А где же я,